Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Я решил в срочном порядке записать видео, которое актуально сейчас как никогда. Называется «Простой способ охладиться в жару без кондиционера». В этом 2021 году выдалась страшная жара и жара затяжная, как это было уже в 2010 году, когда с июля по сентябрь было за 40 градусов, а в этом году уже с июня. Кондиционеры решают проблему только лишь частично и только в машине или в помещении, но не на улице. Но иногда и кондиционеры могут быть даже вредны. И сами, наверное, знаете почему. Лично я и моя семья используем только кондиционер в автомобилях, но не в домах. А ведь такой контраст может быть вреден для некоторых людей. Тем более для бронхолегочной системы, да еще в сочетании с возможными аденовирусами. И вот вам мой совет, который поможет вам очень просто и недорого охладить свое тело и пережить эту жару просто и без вреда для здоровья. Перешлите потом ссылочку на данное видео своим близким и друзьям, чтобы облегчить им жизнь, а кому-то возможно, и спасти ее. Итак, купите, а может быть у вас уже есть, распылитель с верхней поршневой накачкой. Ну, такие модели, которые держат давление. Хотя можно использовать и более простые варианты, типа старых бельевых опрыскивателей, когда одно нажатие на ручку при сжимании ладони в кулак дает один брызг. Но там, в таких вариантах, размеры брызгов будут крупнее, а это хуже для охлаждения. А второе, что вам понадобится, это вентилятор, подобранный по размеру и мощности в зависимости от того, где вы будете его использовать. В домах крупнее, в автомобилях или на рабочем месте меньшего размера. Налейте холодную воду в распылитель, хотя нагретой до температуры окружающей среды вода тоже подойдет, так как и наш пот, который выделяется организмом именно для снижения температуры тела, при его перегревах, тоже охлаждает. А он пот не холодный, сами понимаете. И брызгайте себя, ну хотя бы на грудь, то есть смачивайте майку в идеале. Вот лично мне этого достаточно, но можно, конечно, и так даже лучше еще и ноги и руки. Теперь физика этого процесса. Вода с поверхности тела, тем более при высоких температурах, как и наш пот, испаряется быстро, и тело охлаждается. И этот процесс даже в больших масштабах используется промышленно. Например, в промышленных тепличных хозяйствах, размерами в сотни и даже тысячи квадратных метров, в многогектарных теплицах, а именно на часто расположенные друг от друга решетки, устроенные по принципу автомобильных радиаторов, распыляется вода. А сзади стоят мощные вентиляторы. Они дуют через воду, распыляемую на эти решетки, и воздух в гигантских помещениях, даже при нагреве через стекла, поликарбонат или пленку, охлаждается на несколько градусов, что спасает урожай в любую жару. Ну а теперь представьте, какое электрокондиционирование необходимо. Оно просто невозможно в таких масштабах. Иначе на это потребовались бы десятки тысяч киловатт электроэнергии, а таких масштабах даже в хозяйствах подобного типа нет, да и в трубу бы они вылетели. Кстати, смотрите в этой связи мой второй канал «Жизнь на земле». В нем много очень интересного для дачников, огородников, строителей и всех тех, кто уже переехал или только планирует переехать на землю, на дачу, в свой собственный дом, кто не хочет делать ошибки и сразу все хочет сделать по уму. Вы узнаете очень много полезного. Ссылочка будет в описании под этим видео. Ну а раньше, в старые времена, в домах открывали на стеж двери и окна и плотно вешали в проемы марлю или иные ткани и поливали их водой. И это снижало температуру в жилищах и увлажняло сухой воздух. Принцип тот же. Вместо вентиляторов поможет и сквозняк, если, конечно, позволяет погода и ваше помещение его создать, этот сквозняк. И вот еще что. Используя данный метод, вы почти не будете потеть. У вас температура тела снизится, и вам будет легче мыслить, то есть думать, двигаться и вообще жить. Душ здесь не подойдет, так как он дает короткий эффект и не решает принципиально проблему в течение долгого дня, в течение длительного зноя. Купание в озерах, тем более в прудах, в жару опасно, хотя бы по причине активного развития инфекции из-за высокой температуры воды и быстрого гниения органики в ней. Помните, что самое мелкое распыление, то есть чем меньше капелька, тем лучше это резкое испарение и быстрое охлаждение, которого не будет от простого поливания себя из бутылки или чашечки или термоса с водой, неважно. Но, разумеется, если нет распылителя, можно, конечно, и просто периодически смачивать свою майку, просто поливая ее водой, но только не оголяйте тело на ярком солнце летом, в жару, когда очень мощное ультрафиолетовое излучение, тем более как сейчас, это вредно и для кожи, да и охлаждение тела будет хуже, чем если вы будете находиться не голым, а в мокрой майке, помните об этом. Именно влажная майка будет давать тот самый эффект естественного кондиционирования. Надеюсь, данное видео было вам очень полезным, важным. Казалось бы, мелочь, и вроде бы понятно, да не все об этом задумываются, и не все используют данный метод, хотя тем, кому я подсказал, были очень рады, ведь это так просто и так эффективно. Понравилось данное видео? Тогда обязательно поддержите мой канал, поставьте лайк, пошлите ссылочку на это видео своим друзьям и близким, подпишитесь, кто еще не подписался на мой канал, и поставьте колокольчик, чтобы не пропускать выходы моих новых видео и получать уведомления на них. Ну а на этом все, я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья, увидимся в новых видео, до свидания.